Ура, друзья! Сегодня состоится торжественное закрытие Mercedes-Benz Fashion Week. Завершает неделю моды в Москве известный российский дизайнер Игорь Чапурин. Так что посмотрим, чем же порадует нас маэстро. Первый раз приколлекцию мы показали в Монако полгода назад. И сейчас в Москве показали приколлекцию сегодня осень-зима 2016-2017 года. Для нас это любопытный экспириенс, потому что, как правило, когда эта коллекция делается, мы думаем о клиентах, мы думаем о наших байерах, мы думаем о ценах, мы думаем о коммуникабельности и удобстве носки этих вещей. Когда начинаешь надевать на себя его платье, да без разницы, даже если брюки, кроссовки, все равно тебе почему-то кажется, что ты как будто заново родилась, и ты вот именно та истинная женщина, каноны, о которых писали великие живописцы, писатели. И вот ты прям начинаешь, даже спина самовыпрямляется, прям даже чувствуешь, как вот оно. Я к этому шла, я к этому пришла. Как вы подбирали сегодня модный лук, вот для сегодняшнего мероприятия вечера? Понимаете, я позвонил товарищу, который мне прислал приглашение, я говорю, пожалуйста, какой дресс-код, смокинг, говорит, Олег, ну, наверное, какой-то свободный, наверное, стиль. Думаю, потому что это все-таки центр плазы. Думаю, что так, наверное, не смокинг, но что-то такое должно быть эффектное. Красный шарф. Да, красный, что-то на белом, черный, штаны кожаные из-за того, что у нас морозь в Чертаново. И поэтому, думаю, ну, погоду не смешали, думаю, вверх. Если что, салфеточкой почистить. Салфеточкой почистить можно, да. Кризис сказался на вас, на вашем гардеробе? Может, вы реже стали покупать себе обновки? Не знаю, сказался ли кризис. Мне кажется, давно еще сказалось материнство, я стала как-то спокойнее. Я просто считаю, что есть вещи, которые могут стоить очень много денег, а есть, которые не должны. Я не считаю, что пара джинс должна стоить какие-то баснословных денег. Нет, на моем гардеробе кризис не отразился, так как у меня достойный мужчина, вот, и кризис его пока не касается, вот, поэтому в моем гардеробе... Тебе повезло. Да, мне очень повезло, и в моем гардеробе вот недавно появилась новая коллекция от Версачи, например. Какой чипурин, друзья! Сейчас, понятно, все давно выросли, расхаживают по модным показам, сами решают, что им носить. А вот что было в детстве, когда родители выбирали гардероб для своих детей? Сейчас узнаем. В детстве был ли какой-то наряд, который ты очень любила или, наоборот, ненавидела, потому что родители заставляли надевать? Да, у меня было вязаное платье белое с розовыми розами. Я терпеть его не могла. Просто я вообще не люблю символ розы с детства. Особенно розовый. И вот это вязаное платье, может быть, я не знаю, может быть, оно меня полнило. Мне в детстве нравились белые гольфы. Я считал их девчачьи. И светлые шорты. Это был скандал каждый раз. Ну, вы что, эти белые гольфы? Я не девчонка. И белые колготки. Я ненавидел белые колготки, особенно под шорты. В детском, это я отчетливо помню. Мама меня постоянно наряжала, она шила мне умопомрачительные наряды. Я, наоборот, помню даже такой костюм. Это был голубой костюм брюки, пиджак и соломенная шляпа. Есть ли какие-то законы, фэшн-законы, которых ты придерживаешься, да, там, ну, серии? Красные губы под красное платье. Ну, в основном, да. Я люблю классический стиль, то есть все должно как-то соответствовать. Хотя на сегодняшний день тенденции такие, что не обязательно, допустим, должна совпадать обувь в цвет сумки, да, помада в цвет лака для ногтей или в цвет одежды. Поэтому, в принципе, как бы я придерживаюсь своих личных каких-то там устоев, да, и у меня все должно быть в цвет. Я могу такой универсальный совет дать любителям гламура или аристократического стиля. Чем сложнее и ярче вещь, чем монохромнее и лаконичнее должен быть аксессуар. Тем более матовыми должны быть туфли, тем менее пестрым должна быть сумка. Если не уверен, лучше не надевай первый закон. Также я могу сказать, что нужно абсолютно понимать, что это твое. Ищите свое, надевайте свое и будьте самыми красивыми и счастливыми. Итак, теперь вы в курсе всех модных тенденций и фэшн-законов. Дерзайте, друзья, и встречаемся на московских мероприятиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова